Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты. Вы сейчас видите страницу нашего сайта, на котором можно посмотреть всех текущих контрагентов, которым лаборатория психологического обеспечения в лице научно-практического центра АКМЭ оказывает свои услуги по дистанционному психологическому обследованию работникам этих предприятий. Их достаточно много, то есть люди проходят обследование, буквально каждый день мы получаем от кого-то результаты. И соответственно я хотел бы показать некий мини-отчет, ноябрь месяц, конец ноября. Боюсь, что времени в декабре не будет, поэтому хочу отчитаться сейчас. В настоящий момент вот как это выглядит. То есть за последние полгода, файлик называется в Powerpoint создан, распределение по группам профессиональной надежности, обследованных за второе полугодие 2016 года, получающих разрешение Ростехнадзора. То есть за последние полгода, с лета по конец осени 2016 года прошло обследование 230 инин работник. И таким образом они распределились на графике. То есть мы получили 207 человек из этих 231, это 89,6%. Мы получили лиц в первой группе. То есть это лица, которые по заключению, по справке 34С, получили заключение годен. С формулировкой противопоказаний к допуску на работу на объект использования атомной энергии не выявлено. И соответственно мы получили 24 человека, это составляет 10,4% по второй группе, группе риска. С формулировкой выявлены некоторые, ограниченно годен, выявлены некоторые единичные противопоказания. Соответственно по третьей группе, когда мы определяем, что человек совсем не годен, таких лиц у нас за последние полгода не было. Есть люди вот из этой группы, которые потенциально претендуют на третью, но требуют своего подтверждения при дальнейшем мониторинге. То есть обследование, как вы знаете, проходит раз в год с так называемым среднесрочным прогнозом профессиональной надежности и функциональной адаптации. Вот такие цифры мы получили за последние полгода. Собственно такой мини-отчет в большей степени он необходим для понимания того, что мы делаем для наших уважаемых контрагентов, тех юридических лиц, тех предприятий, которым мы оказываем данную услугу в рамках получения разрешения Ростехнадзора. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Продолжение следует...